всем привет с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор вот такой вот колбаски вязанка по сути мы колбасу не еди но я решила ее проверить потому что наши известные блогеры семья бровченко ее берут и говорят то что там состав такой более-менее натуральный чем у других колбас и вроде бы как она вкусная вот поэтому я решила ее попробовать тоже посмотреть поскольку у меня канал как раз таки разных обзоров всего такого интересненького вкусненького вот и давайте с вами ее посмотрим так у нас называется она вязанка такая же вязаная вся такая перевязаная ее можно даже подвесить так да у меня кстати 500 грамм она стоила 200 рублей и также в магазине покупала кстати в ленте магазин также продается килограмм 400 рублей но мне много не надо было так попробовать вот давайте поближе посмотрим что тут у нас написано вязанка со шпиком шпиком колбасам так мясной продукт колбаса и колбасные изделия варен вареный да так здесь вот у нас состав немножко привязанного силами отрежу так давайте ее отрежем легко ли она отрезается все равно надо еще где-то снимать где-то отрезать ее такая интересная подвязанная так давайте посмотрим с вами состав сейчас постараюсь прыгнуть кому интересно нажмите стоп и сможете его прочитать много всего написано сейчас я посмотрю так говядина шпик свинина мясо птицы кусковая кусковая вода мясо цыпленка бройлера так молоко сухое крахмал картофельный меланж яичный нитриновая там чего-то соль ой-ой-ой-ой нитрин тратата соль белковый стабилизатор так кислота лимонные слушайте ну тут прям что-то вообще е-407 ешка ну ешка 1 но за место ешки мне иногда кажется что просто пишут это все словами чтобы людей просто не пугать стабилизатор камни тратата короче мне кажется что это состав который более-менее натуральный допустим вот обычных дешевых колбас ну не знаю мне кажется должен быть меньше все равно а тут все равно натрий какой-то есть фикса там фиксатор все равно что фиксатор так нитрит до натрий тратата камедь короче вообще давайте так вам покажу может быть и более-менее может быть не знаю долго ли они время простояли посмотрели состав так срок год пять суток после вскрытия то есть за месяц ее съесть нужно владимирской области производит владимир город ну ладно не будем долго вас томить этой колбасою давайте ее попробуем попробуем интересно она наверное должна быть вкусная такие прям завязочки у нее тут старелочка так кстати легко снимается кстати уже сразу видны всякие жилочки такие она кстати похожа на докторскую но какие-то вот всякие такие жилочки присутствует так сама колбаса ну сама колбаса не знаю но выглядит обычненько запах стать ароматный такой запах явной колбасы но как-то мне докторская привычнее больше я хоть и редко но покупаешь иногда иногда ну блин иногда действительно хочется такая колбаска давайте я ее попробую на вкус на вкус знаете вот просто чисто какая-то просто колбаса колбаса соленая я чувствую что там есть соль такая как будто какие-то добавки вкусовые по ощущениям как будто там они есть то есть такая нравится просто колбаса когда пробуешь сардельку она реально безумно вкусно там есть сардельки такие которые просто обожаю я их здесь вот просто колбаса может быть потому что она холодная и не знаю ну в принципе такая довольно вкусная такая обычная просто колбаса не знаю давайте еще попробуем короче знаете это просто колбаса со вкусом колбасы но у нее есть что-то такое чего мне не нравится не знаю что это но я чувствую что что-то какой-то привкус в ней есть не такой какой-то он так вот может быть это ее и делает как раз с изюминкой не знаю просто колбаса честно говоря мне она не особо понравилась и за 2 целых 200 рублей покупать ее дальнейшем наверное навряд я буду проще тогда если хочешь хочется так колбаски причем состав у него в принципе такой самый стандартный как и у дешевых колбас проще купить он дешевую колбасу там докторскую какую-нибудь ее там поесть с радостью там и все не знаю или может быть она вот так вот невкусная допустим на хлебе она бутерброд с маслом с хлебом может быть она и будет вкуснее но обычно мы все любим съесть колбаску так кстати немножечко мне кажется она островатая что или нет вот что-то такое ну какой-то вот блин я не знаю какой-то привкус есть непонятный но она и не могу понять что это может как раз тот вот шпик какой-то я не знаю такой шпик шпик мне вообще всегда казалось что вот это вот и есть вот эта вот штуковина металлическая может быть температа не знаю может это dynamics какая-то шпик или может быть вот аромат как раз вот есть этот вот шпик Напишите в комментариях, что такое шпик Ну, такая Не знаю, просто колбаса Вот такой у нас с вами был сегодня обзор Давайте ее посмотрим Здесь вот побольше Беленького Здесь поменьше С виду докторская Она, по-моему, без всяких вот этих вот желтых прожилочек Она, по-моему, вообще Обычная такая колбаса Просто стандартная, также там с кучей едобавок С кучей там всего-всего Ну, здесь тоже, в принципе, есть какая-то куча То есть, в принципе, если бы это была, знаете, колбаса Там с идеальным просто составом Это было бы написано Там колбаса, да, состав Там говядин, там то-то-то добавили И там загуститель какой-нибудь Например, да, там и все Ну, там кислота, ладно, там лимон Еще что-то, как бы все А тут состав довольно все равно большой смысл Переплачивать Если можно купить так же за 100 рублей дешевле И побольше Ну, не знаю, пишите свое мнение в комментариях Но лучше всего не покупать колбасу А купить курицу Ее там в духовке запечь И съесть Это будет гораздо натуральнее И гораздо-гораздо лучше Или там мясо отварить и так далее Ладно, не буду вас заболтывать Вот такой у нас с вами получился обзор Напишите в комментариях свое мнение Напишите, пробовали ли вы эту колбасу Понравилась она вам? Чем понравилась? Чем не понравилась? Мне будет интересно И с вами был канал Артмания Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии обязательно Смотрите другие ролики Наши влоги, путешествия У нас очень много роликов разных Также обзоры на продукты На технику И всем пока-пока